Испания и Франция лидируют по числу новых случаев заражения коронавирусом в Европе. За последние сутки в Пиренейском королевстве выявлено 3715 заболевших COVID-19. Ситуация ухудшается в целом ряде автономных сообществ. В столичном регионе власти проводят массовое выборочное тестирование, чтобы обнаружить бессимптомных носителей. Но многие местные жители от него отказываются, так как не хотят оказаться в двухнедельной самоизоляции. У мужа собственный бизнес. Если он вдруг перестанет работать, то денег не будет. И для нас это станет катастрофой. Жить тяжело, дети нервничают, экономические трудности всех затронули. Во Франции зафиксировано 3776 случаев. Самый высокий показатель с 6 мая. Тулуза стала первым городом страны, где вводится обязательное ношение защитной маски на улице. А французские предприятия готовятся к обязательному масочному режиму, который вступает в силу 1 сентября. Власти страны стремятся избежать повторного строгого карантина. Между тем, мир ждет появления эффективной вакцины. Сейчас идет разработка более чем 160 вакцин, из которых больше 30 находятся на стадии клинических испытаний на людях. В связи с этим папа римский Франциск призвал к справедливому подходу. Будет очень прискорбно, если богатые люди получат приоритеты, если вакцина станет собственностью только одной страны, вместо того, чтобы быть всеобщим достоянием. Правительство Австралии сообщило, что договорилось с британской шведской компанией AstraZeneca о местном производстве вакцины, разработанной Оксфордским университетом. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пообещал, что каждый житель страны получит бесплатный доступ к прививке.